Всем привет, друзья! Это канал Роза Зануза и я Светлана. Сегодня хочу рассказать вам о круглой клумбе в тёплых тонах. Ну, во всяком случае, задумывалась она именно так. Я здесь хотела собрать розы разные по цвету, но все в тёплой гамме. Собственно говоря, ну, практически, да, получилось. Конечно, мы, тёпнутые розаманы, всегда находимся в поиске, всегда что-то выдумываем, пересаживаем, подсаживаем, убираем. И поэтому я не исключение. Соответственно, клумба всё равно подвергается каким-то изменениям. Какие-то розы я отсюда убрала, какие-то розы я подсадила осенью. И хочу вам сейчас рассказать о сортах, которые здесь сидят, живут. Начну я с розочки Боттичелли. Её здесь три куста. Она сейчас начинает своё цветение. У нас прошли достаточно сильные дожди. И раскидала розы очень сильно. Многие розы пострадали от воды. И, конечно, вид у них, может быть, не совсем такой, как хотелось бы. У нас розы вообще в экстремальных условиях живут после своих питомников. Их то морозом жахнет, то они только начинают расти их заморозками возвратными. В общем, они выдают всё, что могут и не могут. В общем, низкий поклон. Конечно, не без нашей помощи. В данном случае не без моей. Но, тем не менее, розы молодцы, стараются. Итак, розочка Боттичелли. Её здесь три куста. Роза всё-таки для переднего плана. Она небольшая. Больше 80 сантиметров она у меня ни разу не была. Цветёт она таким тёпло-розовым цветом. Такой приятный тёпло-розовый цвет. В первый год она меня не впечатлила вообще. То есть я даже расстроилась, что я сюда посадила три куста. И вообще три куста заказала. Но, на самом деле, роза потом на второй год показала всю свою красоту. Видите, у неё такой приятный лососевый тёплый цвет. С такой подсветочкой. То есть это цвет розовый, но не холодный розовый. А именно тёплый розовый. У розы хорошая листва. Роза, в принципе, хорошо отзывается на подкормки. Мало болеет. Потому что здесь у меня были розы, которые мне нравились. Но я их убрала. Потому что они просто катастрофически быстро хватают. Чупель. Понятно, что это насморк для роз. Я согласна его терпеть. Но уже, извините, осенью, когда холодный роз. Когда для этого есть, так скажем, предпосылки. Но не когда. Видите, вот они тут все завалились. Роза показывает серединку. Цветок у розы небольшой. Но за счёт обильности цветения она молодец. Она молодец. Так. Из старичков в этой клумбе роза Поль Бакюс. У Поль Бакюс такие приятные сливочно-персиковые оттенки. То есть, серединка у розы одна. Реверс у лепестков один. Внутренняя сторона другая. В общем, смотрится она очень красиво и интересно. Тоже цветёт кистями. По-моему, это роза Шраб. У меня её здесь два куста. Вот один и вот второй. Не очень она щедра на базальные побеги. У меня, во всяком случае. Но всё равно цветёт достаточно обильно. Роза красивая. Ничего не могу сказать. Высокая. Листва у неё зелёные. Не глянцевая, матовая. Это после дождя. Дождь у нас не прекращается. Он идёт, идёт, идёт и идёт. Ещё из старичков в этой клумбе потрясающе красивая роза Ход Шоколад. Ход Шоколад. Неимоверно красивая роза. С переходами цвета. Это такой тёплый кирпично-красный цвет. И она потом, когда начинает уже становиться такой старенькой, начинают у неё края лепестков становиться такими сизыми. Вот такая она красотка. Совершенно необыкновенная. Очень обильная. Это уже всё, видимо. Сломался один побег. Очень жаль. Очень обильная. Много закладывает бутонов. Тоже не сказать, чтобы она болявая. Роза мне очень нравится. Я всегда пою и дифирамбы. Это она только в начале своего цветения. Поэтому роза умница, красавица. Дальше здесь из старичков роза Изи Досит. Девчули, пропустите меня. Первое цветение. Она продолжает цвести. Цветёт уже, наверное, недели три. Я сейчас обрезала цветки. Это уже, получается, ну, как бы второй-третий порядок бутонов. И цветок, так скажем, измельчал. Но, видимо, все силы она отдала на первые цветы. Очень обильная. Единственное, что вот такая вот у неё есть бяка, она может приболевать. Но, собственно говоря, я её не ругаю за счёт обильности. Вот она ещё заложила, выкинула базальный побег. За счёт обильности смотрится она, конечно, потрясающе. Вот эти вот её резные краешки лепестков. И она такая вся прям морковно-оранжевая. Такая прям няша. Няша. Вот. Ход шоколад. Няша. Вот они, тёплые тона. Далее. Так, далее. В этой клумбе есть новинка у меня. Эта розочка называется Доктор Джо. Это уже отсветший цветок. Он показал середину. На самом деле, в полуроспуске роза просто потрясающая. Очень красивая закрутка, очень красивый цвет. Такой лосусево-морковный какой-то. Тоже побил её этим самым дождём. Очень красивая роза. Вот я смотрю, она обильная. Мне очень понравилась. Я прямо в восторге. Её и отсюда убирать не буду. Старенький цветочек. Очень красивая. Листва такая полу-глянцевая. Приятная такая тёмно-оливковая. Розочка мне понравилась. Далее. В этой клумбе тоже новая роза. Называется она, по-моему, инка. Недавно я смотрела эту бирочку. Мы её с вами вместе посмотрим. Импала. Импала. Набрала. Розочка называется импала. К сожалению, после дождей она выглядит не в лучшем виде. На самом деле у неё такой приятный-приятный цвет при распуске. Сейчас вам скажу. Такого тёмно-топлёного молока. Вот так она уже, ну, отцветает, можно сказать. И показывает серединку. Но роза очень приятная. Не будем судить. Роза осенней посадки. Сильно, как говорится, её осуждать не стоит. Новинка тоже в этой клумбе. Роза, которая, казалось бы, не в тёплых тонах. На самом деле это тёплый цвет. Роза называется Lots of Love. Камера не передаёт её совершенно потрясающего цвета. Игры этого цвета. Огромный цветок. Полумахровый. Показывает серединку. Там вот жёлтые тычинки. Приятный такой совершенно. Тоже с таким сизым немножко налётом. Но тёплый. Вот это вот, видите, обратная сторона лепестка. Реверс. Вот он. Он такой кирпично-бордовый. Кирпично-бордовый. Очень красивая роза. Очень красивая. Рада, что она здесь у меня. Дальше. В этой клумбе роза Азиана. Но она сейчас не цветёт. Это чайно-гибридная роза. Тоже очень красивая. Такой нежный-нежный-нежный персик. Так. На фоне ход шоколадов. Вот они. Цветёт розочка Феникс. Ну, она почему-то в каталоге называется Фоэникс. Её тут тоже дождём раскидало. Но очень много бутонов. Хотя бутоны многие выглядят вот так. То есть я полагаю, что этот бутон, наверное, не распустится. Но я не буду пока их отщипывать. Посмотрим. Вот здесь вот у неё тоже завалилась веточка. Тоже очень красиво. Как не могу отодвинуть. Очень красиво смотрится. Цвет такой приятный. Тоже морковно-лососевый. Цветочки маленькие. Цветёт вот кистями. То есть я так понимаю, её цветение... Но если оно как бы будет полноценным, в полной красе, это будет, конечно, очень красиво. Вот ход шоколад и Феникс. Очень красиво. Кстати, ход шоколад тут один обрезала. Смотрите, какой становится ход шоколад. Сизый. Сизый-сизый становится. Вот какой он был и какой он стал. Всё разваливается. Здесь розочка новозеландка. Но цветочки я обрезала. Он уже отцвёл. Очень красивый. Такой розово-лососевый цвет. Приятный, тёплый. С более тёмным краешком лепестка. Роза называется фламинго. Это новозеландка. Далее. Здесь роз сидит плечистая. Я пока ничего сказать не могу. Я её не видела. Но называется она Солейла романтика манго. Что это будет, я не знаю. Но вот наши заморозки дали вот такие бутоны. Конечно. Очень жаль. Так. Здесь розочка, которая называется Бентхаймер Голд. Бентхаймер Голд. Ну, как бы сказать, не знаю. Немножко я другого от неё ожидала. Во-первых, маленькие цветочки. Цвет, конечно, мне нравится. Всё здесь подходит. Он замечательно подходит. Она, в принципе, обильная. Она дала побеги молодые, базальные. То есть, в общем-то, претензий как таковых нет. Единственное, что она не соответствует карточке сорта, где указано, что цветок 8-9 сантиметров. Но не был он никогда таким. Роза здесь второй год уже. И никогда такой она не была. Здесь розочка Акрополис. Называю её древней розой. У неё такой припылённо- вишнёво-кирпичный цвет. Роза приятная. Она меняет этот цвет. К старости становится зеленоватой. Ну, в общем, такая она своеобразная роза. Что-то я бегала-бегала с ней по саду. И, в общем, не нашла лучшего места, как засунула сюда. Единственная роза, которая здесь, казалось бы, выбивается из цветовой гаммы, это роза Шато-де-Вертой. Одна из любимых роз Галины Баскаковой. Почему я её сюда посадила? По всей вероятности, из-за реверса лепестка, который такой сливочно-жёлтый, сливочно-кремовый. И подсветка у неё желтоватая. Сам розовый цвет, ну, не сказать, чтобы он прям холодный, но он, конечно, такой, знаете, няшный, очень розовый. Вроде бы она здесь как бы не совсем в тему, но в то же время не могу сказать, что она выглядит каким-то пятном, которое вот здесь не смотрится. Ну, вот, смотрится она здесь вполне хорошо. Ну, посмотрим. Раскидала дождём розу Чинко-де-Майо. Синко-де-Майо, Чинко-де-Майо. По цвету они очень похожи. Сход шоколад. Чинко-де-Майо роза, вот видите, тоже она становится сизой. Всё, она сейчас у меня развалится в руке. Сизой к старости. Роза хорошая, но у меня она как-то, ну, не могу сказать, чтобы она меня сильно прям радует. Не знаю, вот сейчас даёт побеги новые. Может быть, она к следующему, к следующей волне цветения выглядеть будет намного лучше. Ещё здесь сидит роза Бельведер. Роза шикарная. Роза потрясающая. Слов нету. Вообще просто даже бесспорно потрясающая роза. Но вот это вот она у меня вот такая. Вот это Паучелло. Почему она здесь без листьев? Потому что я их все просто оборвала. Они на самом деле пожелтели. Непонятно, то ли это чёрная пятнистость, то ли ей что-то не хватает. В общем, какая-то она по-белорусски невартная. Вот. Начинку дымая. Завалился. Такая припылённый, кирпично-вишнёвый цвет. Вместе с пауками. Собственно говоря, вот это и все розы. Вот про эту розу пока сказать ничего не могу. Называется она Шоколад Дроп. Шоколадная капля. Но я ещё не видела её цветения, не видела её цветов. Комары просто озверевшие. А вот эту розу, я честно признаться, не помню, кто это. То ли это... Не буду врать. В общем, посмотрю у себя в записи, потому что у меня была запись всех сортов в каждой клумбе. Вот. Но в общем и целом клумба смотрится вполне гармонично. Клумба смотрится именно в тёплой гамме, несмотря на Шато де Виртуа. То есть она такая и нежная, и яркая в то же время. О, забыла рассказать. У меня же ещё здесь ещё одна роза Гросс герцогини Луиза. Её задача немножечко высветлять все эти розы. Напилась воды. Напилась воды и теперь очень тяжёлый цветок. То есть вот эта клумба, она смотрится вполне гармонично. И, в общем-то, своё название круглая клумба в тёплых тонах, она вполне соответствует. Вот такая вот задумка, в общем, получилась. Я думаю, что она получилась. Конечно, всё в процессе. Тут подрезать, тут прополоть, тут подвязать, тут оборвать. Идеальность, конечно, в саду это очень большой труд. и на за два дня выходных, к сожалению, сложно с этим справиться. Но я стараюсь, насколько я могу. Так что вот это вот первое цветение круглой клумбы в тёплых тонах.